В память о жертвах Одесской Катыни в эти минуты в Луганске служит молебен. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента Алексея Конопко. Сейчас он выходит на прямую связь с места событий. Алексей, какие мероприятия намечены на сегодня? Да, Екатерина, здравствуйте. Помимо церковного поминовения усопших, сегодня в Луганске запланирована еще одна акция. Проведут ее молодежные организации. Но, конечно, к ним смогут присоединиться и обычные луганчане. Акция будет заключаться в возложении цветов и о таком своеобразном митинге памяти возле мемориала жертвам ОУН-УПА. Но что же касается того, что происходит сейчас, мы находимся возле Петропавловского кафедрального главного собора столицы Луганской Народной Республики. Молебен здесь должен был проводить митрополит Луганский Алчевский Митрофан. Но сейчас он направляется в Москву на сенот. Так что здесь сегодня молятся без него. Внутри находятся и представители руководства Луганской Народной Республики, и несколько десятков обычных горожан. И, надо сказать, это совсем не мало, поскольку все-таки такого отдельного централизованного молебна сегодня решили не проводить. Просто в обычную утреннюю службу включили вот эту молитву за упокой душ погибших в Одессе ровно год назад. Православная коническая церковь скорбит по такому событию и трагедии, где столько людей уничтожено. Она молится сегодня в этот день годовщины о упокоении их душ и о том, чтобы живые люди жили в мире благополучии, строили свое будущее лучшее и прославляли это ипостасное божество. Стоит добавить, что по благословлению митрополита точно так же сегодня утром молятся во всех церквях Луганской Народной Республики. Что же касается города, то в нем, как я уже сказал, сегодня запланирована лишь одна акция памяти, и никакого полицейского усиления, усиления охраны порядка, в отличие от самой Одессы или, например, Киева, здесь не планируют.